Привет всем, с вами DJ Krypton и сегодняшний урок хотел бы посвятить маршрутизации драм-машинки Battery 3 в программе Logic Pro. Почему выбрал эту тему? Да потому что сам очень часто пользуюсь этим методом при создании разных своих композиций и хотел бы просто поделиться этим способом с вами. Итак, переходим в программу Logic Pro и создаем новый проект в меню File, пункт New. Я для нашего случая создам пустой проект. При создании нового проекта у меня вылезает окошечко с предложением создать новые дорожки. В нашем случае я выбираю Software Instrument и самое главное надо отметить галочку Multi-Timbral Instrument. В данном случае я планирую использовать, ну, наверное, 5 звуков различных и поэтому введем тут цифру 5. Нажимаем Create. У нас создалось 5 дорожек, но все эти дорожки будут использовать только один наш инструмент, в данном случае Battery. Теперь мы можем добавить инструмент Battery на первый выделенный канал. Для этого идем в инспектор и внизу в меню In-Out добавляем наш инструмент. Добавляем обязательно Multi-Output, ну, в данном случае я выберу 16 стерео. Вот показался наш прекрасный инструмент Battery. Теперь идем в микшер, в микшер Logica. И что мы тут видим? А в микшере мы видим один только инструмент. Одну дорожку с инструментом Battery 3. Но в этой дорожке внизу есть такой значок плюс. На него-то как раз нам и надо нажать. Нажимаем плюс. Это добавляет ауксы, в которые пойдут наши звуки по отдельности. Так как мы хотим использовать 5 звуков, мы поэтому и создали тут 5 ауксов. Вернемся в наш инструмент Battery. Что мы тут видим? Мы видим множество ячеек, в каждой из которых мы можем использовать свой отдельный звук. А внизу есть у нас тут закладочки с настройками и самая левая закладочка у нас называется Cell. Это настройка каждой ячейки. В правом нижнем углу этой закладочки у нас есть фейдерок громкости и настройка выхода. Теперь мы можем у каждой ячейки указать свой отдельный выход. То есть послать ее на наши разные ауксы, созданные в микшере. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Теперь идем в браузер и непосредственно выбираем звуки, которые мы будем использовать. Ну, например, вот у нас есть тут подборочка кик-драмов, бочечек. Ну, возьмем, например, вот третью, да? Потом переходим в малые. Выделяем сначала вторую ячейку, переходим в малые барабаны, в снейр-драмы и выбираем какой-нибудь малые. Ну, вот, например, такой. Теперь идем в хай-хэт в тарелочке. Выбираем тарелочку. Ну, неважно, например, вот такую. Для пущей красоты можно выбрать какой-нибудь шейкер. Ну, например, вторую, неважно. Ну, и возьмем какой-нибудь открытый хейтик найдем, например. Ну, вот, например, такой. Возвращаемся в лоджик и будем записывать звуки отдельные на созданных нами каналах. Для начала это хорошая идея подписать все наши дорожки. То есть, например, на первой дорожке будет у нас кик-драм, бочка. На второй будет снейр. На третий будет хай-хэт. На четвертый будет шейкер. И на пятый будет у нас опен-хэт. Окей. Идем на первую дорожку и попробуем записать. Мы видим, что у нас различные клавиши привязаны к нашим звукам. И мы можем смело начать создавать наш бит. Окей. Теперь пишем Снэйр. Теперь пишем хай-хэт. Окей. Пишем шейкер. И пишем Опен-хэт. Вот он у нас где. Е-е. Ага. Окей. Вот наш бит примерно готов. Смотрим теперь на микшер. И что мы видим? Что на микшере у нас все наши ауксы отвечают за отдельные звуки. Очень хорошая идея в микшере также подписать. Чтобы потом не путаться при сведении композиции. В чем же прелесть того, что мы добавили каждый звук из батареи на отдельный стрип? Прелесть заключается в том, что мы можем регулировать громкости каждого звука по отдельности именно в общем микшере. не в микшере в котором, конечно, тоже можно регулировать громкость каждого нашего звука. Но в общем микшере всегда это удобнее. А также мы можем в общем микшере вешать эффекты на каждый из этих звуков и делать также посылы, что просто расширяет наши возможности при сведении и гораздо упрощает процесс сведения. Мы можем посадить на малый барабан какой-нибудь холл, например. ДИЖЕЙ КРИПТОН Вот, собственно, вкратце и всё. Также не забываем заходить на мой сайт djkrypton.de и я добавил внизу возможность подписки. Теперь вы можете подписаться на мою рассылку. Почему я советую подписываться на свою рассылку? Потому что я буду периодически записывать новые туториалы и у нас будут выходить там клипы, песни и я буду оповещать подписчиков о новых релизах всегда. Это довольно удобно, чтобы не заходить всё время на сайт. Хотя это тоже неплохая идея. Итак, с вами был диджей Криптон. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok